всем привет с вами канал криптофлиперы и сегодня поговорим с нашими новыми партнерами проектом не то с собственно первая встреча таких встреч будет несколько мы будем обсуждать разные нюансы платформы и сегодня вот ребята к нам пришли в гости давайте представьтесь давайте кто что отвечает и кто что делает в проекте да привет всем меня зовут ярослав я являюсь села проектами отец вот так же хочу представить моих кофаундеров это роман бондарь он же у нас является сетево и николай перков у нас визионер и продакт нашего нашего проекта отлично так значит не хорошо окей у нас отличный вот такой вот метод этим здесь какие-то борды что это вообще о чем проект и зачем так ну давайте начну наверное я и отвечу на этот вопрос метод это веб 3.0 платформа для монетизации внутри метавселенных вот она позволяет вам устанавливать рекламные щиты билборды на своей земле то есть в первую очередь будет интересно лэндоунерам и позволяет естественно зарабатывать с показа рекламов креативов и прочих интересных историй у вас на вашей земле в метавселенных да интересная идея и как она вообще пришла в голову то есть в десантра лэнде или как как это пришлось в голову продавать слушайте ну на самом деле все началось в 2021 году с октября мы тогда начали интенсивно изучать уже существующие метавселенные вот и к декабрю 2021 года у нас уже была сформирована идея видения вот так же мы написали light paper ну и начали разработку уже первых прототипов интерфейса нам кстати очень повезло и по счастливой случайности мы мы попали на хакатон хакатон метабилд 2.0 вот на базе блокчейна нир мы решили что для нас хакатон это идеальная точка входа чтобы заявить о себе чтобы постараться запустить этот проект и собственно говоря у нас достаточно круто получилось потому что мы заняли мы заняли два призовых места во первых второе место по велкам треку на всем хакатоне также мы получили награду это лучшее использование технологий более того я хочу также добавить что у нас есть достаточно большой опыт работы вдох сегменте это digital out of home то есть что это такое это и умная интерактивная реклама на ну в реальном мире вот которая анализирует трафик грубо говоря дает понять кто просмотрел твою рекламу какая была возле вовлеченность пол возраст ну и прочие составляющие вот более того я еще хочу сказать добавить да почему мы это делаем то есть давно установлены да давно установленные стандарты веб 2.0 да и они сталкиваются с многочисленными проблемами такими как отсутствие справедливого распределения средств между рекламодателями и паблишерами да отсутствие вознаграждения за предоставление персональных данных это тоже очень важно для многих пользователей и что самое главное я считаю это отсутствие взаиму точнее не отсутствие а слабое взаимодействие между брендами и клиентами вот поэтому мы в метаец рассматриваем веб 3.0 как конечно некую конечную до платформу где можно будет пересмотреть старые стандарты веб 2.0 и создать новые общие стандарты я думаю что ни для кого не секрет что метавселенная это главный продукт один из основных продуктов децентрализованного пространства веб 3.0 и это ну не что иное как будущее интернета которая которая наверное призвана изменить представление вообще о цифровом маркетинге да вот но вот сейчас на современном до этапе реклама метаверс она вообще далека от совершенства там множество косяков и нет понимания как она должна регулироваться поэтому мы хотим внести до свой вклад вместо в метавселенную и создать ну некий новый стандарт рекламы цифровых вывесок веб 3.0 для эффективного их управления для монетизации цифрового инвентаря и для рекламного пространства в метавселенных вот мы также дадим что тоже очень важно я хотел добавить что мы дадим брендам возможность взаимодействия со своей целевой аудиторией и мы позволим им создавать новые бизнес-модели в метавселенных вот как-то так спасибо ну значит очень звучит по революционному справедливое распределение благ ресурсов от каждого по возможностям каждому по труду ну интересно да надеюсь что у вас все получится ну и сколько вас таких революционеров вообще команда большая у вас или как ну я считаю что да достаточно большая потому что у нас в районе 15 человек в команде вот плюс у нас есть три крутейших адвайзера тоже на борту поэтому я считаю что у нашего проекта есть будущее окей ну тогда я думаю что сейчас логично будет вопрос к роману общая идея механика платформы ты как сети о да в общем-то расскажи нам вот это вот красивая все у нас картинка как это работает и в чем суть революционной идеи не слышно тебя кроме спасибо да исходя из нашего опыта реального мира мы решили перенести максимально близкую модель которая будет всем понятно из реального мира в мир метавселенных и решили что если мы сделаем на базе билбордов историю то она будет максимально понятной и будет максимальный adoption для тех людей которые вообще не понимают что такое метавселенная в целом получается что что мы сделаем мы сделаем платформу на которой ты можешь скрафтить скрафтить свой билборд для метавселенной и потом сказать ребята теперь на этом билборде вы можете свою рекламу покрутить вот как мы это сделали ну здесь есть несколько значит краевых точнее кривых а краеугольных камней первое это открытость платформы централэнда которая позволяет нам очень быстро продвинуться по там api по созданию своих каких-то ассетов и второе это блокчейн мир который дал нам возможность на очень низких кастах реализовать свою випи чем мы отличаемся в целом и что мы вот я считаю что мы пионеры и те кто начиная с инфраструктуры и дает людям реально новые инструменты потому что инструмент это самое сложное на самом деле создание децентралэнд молодцы ребята сделали свой билдер не для того чтобы можно было билдить цены а мы молодцы мы сделали первый ассет который связан с вашим кошельком эфирным и сразу же позволяет этот ассет мы назвали это ноу-код решения для тех кто хочет стать креатором создавать какие-то ивенты но не хочет заморачиваться с но джиэсом консолями и всем тем что очень любят ребята которые давно как бы этим занимаются или пришли из фронтов значит все очень просто заходишь на наш сайт логинишься под эфирчиком и нир кошелечком нажимаешь кнопку и space все как бы печаешь ассет который уже прокачан нашим кодом который позволяет децентралэнде загрузить соответственно в этот код как ассет пак то есть этот ассет вместе с нашим кодом загружается как ассет пак это на самом деле очень тяжелая работа была по тому как мы уверяли децентралэндовский код что работает а что нет то есть грубо говоря ты сейчас создаешь бигборд да да я сейчас взял на билборд который привязан к моему кошельку через нашу платформу и добавляя его builder для того чтобы можно было его поставить на сцену и впоследствии его продать соответственно вот все что ты сейчас делаешь этот функционал будет доступен для пользователя да когда выйдете в майонет ну то есть грубо говоря вот мне не нужны знания gs мне не нужны какие знания вот все что ты сейчас показываешь я просто нажимаю создаю и потом мой рекламодатель оплачивает мне за эти деньги так примерно все верно на это уже сейчас доступно можно зайти на основной сайт залогиниться и поиграться также мы у нас есть две роли первая роль это паблишер и вторая роль и 2 тазер мы считаем что здесь мы делаем некую проекцию ssp и dsp тем те кто знакомы с диджитал рекламы наверное узнают эти слова те кто незнакомым прошифруем demand сайт платформ и supply сайт платформ мы по пошагово пытаемся прийти к некому децентрализованную real-time bidding решению для рекламы для рекламы в децентрализованной платформе в блокчейне ну вот наверное все для нашего короткого интервью понял почему именно decentraland выбрали ну то есть вот как так получилось максимально максимально открытая максимально открытая платформа у них хороший sdk ребята стараются и сделали действительно удобный удобное ядро и удобные расширяемые и удобное расширение в виде sdk дополнительных библиотек окей но а при этом чем принципиально мета это отличается от конкурентов ну там анзу адвертс да вот есть там проекте которые делают похожие и штуки я думаю что коля мне поможет в этом вопросе всем привет да есть компании которые web 2.0 которые заходят на рынок метаверс web 3.0 и в частности это от компания admix который мы считаем достойным конкурентом может быть будущему партнером скорее всего партнером а и есть модули которые реализованы у нас но у них их нет например это управление рекламными площадями считывание аудитории анализ аудитория это создание креативов и ну как то вот это один из моментов которые вот можно сказать это очень важный момент потому что digital out home это один рынок а мы еще мы как бы на двух рынках это внутренняя наружная реклама метаверса и управление цифровыми рекламными управление цифровыми вывесками это digital signage ниша как-то коротко добавлю что это монстры на самом деле по сравнению с нами по фондированию по тому сколько они в целом на рынке и ну скажем так мы ворвались сразу в в 3 они только пока что еще раскачиваются у нас уже рабочие есть как бы и в достаточно крутой мете мы можем event event мейкером лендоунером предлагать наше решение они пока еще только доходят до этого да и более того я добавить можно я добавлю не только то есть event maker а также вот есть лендоунеры у которых есть целые галереи да у которых есть выставки там которые рекламируют nft и все они меняют эти изображения в ручном режиме и вот здесь выходит как раз таки то о чем говорил николай это digital signage то есть ты можешь оперативно удобно быстро управлять сразу же большим количеством своих грубо говоря рекламных плоскостей и это прям крутое преимущество я считаю конкурентная и крутой инструмент для брендов которые хотят построить свою маркетинговую активность в метавселенной и увеличить продажи за счет этого но это как бы основная цель брендов найти новые каналы привлечения и все активно сейчас дольче габан луид витон баленсиага но не только эти бренды уходят метаверс тестируют бизнес модели и это работает да интересно но при этом в принципе кто может быть вот рекламодателем да то есть есть какие-то процедуры или как я просто перми шинулась в ай захожу там хочу прорекламировать свою шаурму на проспекте да там и купил десантра лэнди то есть как это работает кто может быть принципе рекламодателем сейчас рекламодателем может быть житель метавселенной простой житель метавселенной бренд в общем любой человек который как-то взаимодействует но в данном случае с децентра лэндом мы идем на другие метавселенные однозначно на данный момент мы не требуем киваси рекламодатель любой он подает заявку через дсп как уже рома сказал demand side platform и паблишер то есть владелец земли или тот кому он делегировал управление своей землей модерирует объявление которое видится в дашборде и одобряет или не одобряет то есть мы все даем на откуп паблишера в данный момент хорошо понятно что касается пользователей может ли пользователь каким-то образом с мета-этс заработать как это происходит ну то есть у меня есть там земля да что я должен делать вот как просто то есть это то что показал рома да вот я захожу клацию или я могу отдать какому-то посреднику то есть какие варианты есть для пользователя зарабатывать мета-этс да вот быстро на скидку как минимум два варианта первые это если у него есть земля он является лэндом донором то есть соответственно он может на эту землю приходит трафик также жители метавселенной он может зарабатывать с этого то есть подключить наш ноу код или лоу код решения и транслировать рекламу и будет зарабатывать деньги которые платит ему рекламодатель для простого жителя метавселенной у которого нет возможности было приобрести нфт в виде земли у нас тоже разработано решение ну как разработано в процессе как вы видите на дашборде есть третья роль вот это я считаю очень хороший вопрос потому что чтобы понять и ответить на него нужно немножко копнуть в плане персональных данных как сейчас работает в 2.0 бизнесы которые мы получили глубокое понимание клиента максимально все знают про нас манипулируют и по сути они владеют нашими данными и тот же google facebook ряд других компаний зарабатывают громадные деньги сотни миллиардов вот мы не получаем с этих денег ничего мы как оператор но не оператора как производители этих данных вот и вот на этой парадигме мы пытаемся выстроить как кстати многие другие компании там brave который уже заслужила внимание на рынке вот и 0 мы пытаемся построить механику модель бизнес-модель если рассматривать верхние уровни его то условно это выглядит так рекламодатель платит пользователю деньги за то что пользователь шарит свои данные пользователь получает деньги за это рекламодатель получает более точечный таргетинг на этого пользователя это так понятно слушай ну это интересно и в принципе мы уже достаточно долго пообщались я думаю что для первого интервью достаточно потому что потом хотелось бы сделать отдельно с романом по каким-то техническим решением да что люди любят такое и в принципе давайте вкратце поговорим 18 августа будет open demo day да что это такое что это за ивент и в принципе как это все будет происходить и так далее и тому подобное так ну давайте наверное я отвечу на этот вопрос давай demo day будет происходить в два этапа первый этап 18.00 по gmt3 это московское время для english community то есть мы будем вещать на английском языке и второй этап это 20.00 тоже gmt3 по московскому времени уже мы будем вещать для ru community вот мы приглашаем собственно говоря всех пользователей будем рады их видеть на нашей земле на нашем парселе в центроленде мы будем параллельно вести также стрим на нашем канале дискорде и естественно постараемся еще ретранслировать на youtube также я хочу сказать что мы хотим создать дао до нашего проекта поэтому все кто придут все смогут поучаствовать в нфт дропе и собственно говоря получить его и это уже будет первым вентком для вступления в дау то есть вы получите свой нфти она будет ну не просто там какая-то нфти шка без привязки вот она будет привязана к дау то есть вы станете на первую ступеньку так сказать комьюнити нашего дау вот и собственно говоря в дальнейшем будете постепенно расти так же как и будет расти наш проект да то есть мы планируем выход на следующие метавселенные вот и также это нфти шка будет в дальнейшем про апгрейджи ваться вот это основное на мероприятие мы расскажем в больших деталях как работает проект как вы можете зарабатывать с проекта как вы можете устанавливать билборды что из этого получается ну и собственно говоря принять участие во многих крутых активностях которые будут также предусмотрены на данном мероприятии поэтому подписывайтесь на наш дискорд вот следите за обновлениями в канале демо дня мы будем рады вас видеть у нас на платформе как то так отлично отлично я думаю что в принципе прошлись по основным аспектам тогда увидимся все на демо дне и в принципе ребята спасибо что пришли в гости спасибо крипто флипперы спасибо ребят было круто всем спасибо в общем то напоминаю что мы не являемся финансовыми или инвестиционными советниками наш подкаст носит образовательный развлекательный характер подписывайтесь на телеграм-канал на блог на телеграм-канал крипто флиппер это с нет и чат и в общем то я думаю что на сегодня все поэтому всем спасибо всем пока ребята пока